Добрый день дорогие друзья! Здравствуйте дорогие грибники! Сегодня мы продолжаем знакомство с грибами наших лесов и сегодня у нас разговор будет о чем? А сегодня у нас будет разговор о строчке обыкновенном. Строчок обыкновенный или герамитра эскулента. Вот этот... Ходили мы в одном лесу, хоть бы один гриб нашли. Нашли несколько штук летних опят. А вот этих вот, весенних грибов, ни одного не нашли. Ну интересно что, сейчас подъезжали к лесу, только из машины выходим и бегут два зайца поперек. И раз в лес юркнули. Да, и раз в лес юркнули. А есть такая примета, куда побежал заяц, это значит леший вам показывает куда надо идти. и вот специально вот за ними вследом пошли и нашли эту семейку. Да, хотя вот уже все, ничего нигде нет. И вот сначала я думала, что это строчки гигантские. Мы их находили, но они уже такие сухие. Да, хорошо. А это в общем-то присмотреться. Это герамитра эскулента. А вот еще там один, да? Вон еще один. Да, да, да. В чем разница? Да. Вот я сейчас их тут положу вместе и разрежу. Ну, ты объясняй сразу, наверное. Вот. Во-первых, очень кудрявые шляпки. Ну, мелкая кудрявчатость. Мелкая кудрявчатость. Дальше. Более ярко выраженная ножка. Да. Она такая более тонкая. Более тонкая. Если у строчка гигантского она почти величиной со шляпку и вся наполнена складками, то здесь более тонкая. Вот. И цвет. Если там немножко такой белокремоватый. Ну, чуть-чуть белокремоватый. Белокремоватый. Практически белый. А здесь вот она, видите, какая. Ну, тут есть какая-то синева даже. Синева, сизоватая, с фиолетовой, снегной. Но самое главное, я его сейчас развижу. Ну, давай. Давай. Там уже прям на полу. На земле. О. Ага. Вот. Так, ко мне только. Ко мне мышцами. Вот так. Вот этот маленький еще разрежу. Вот. То есть вот такая ярко выраженная ножка и серо-сизоватого цвета. А вот маленький разрезала, да? Да. Ну, вот. Хорошо. Так, а это вот... Видите как? Они очень имеют тоненькую ножку, гораздо более длинную. Тоже такую пустую. Но если у гигантского она вся-вся-вся заполнена завиточками, то у этого обыкновенного нет. И сама шляпка, видите, вот она такими завитушками, вот они, вот они. А внутри-то она пустая. Ну, эти уже сегодня 10 июня, поэтому по этим строчкам обыкновенным трудно судить. Ну, тем не менее, у них вполне... Хорошо видно. Вот пустота вот эта внутри. Да, хорошо. А вот эти вот растут, которые... Ну-ка, давай их тоже. Вот длинные тонкие ножки. Да. Вот, кстати, вот здесь вот очень хорошо заметно, как она пустая внутри. Строчок ярко выраженный. Да. Вот он. Что же такое это? Вот. Там все падает. Вот этот большой уже, старый. Угу. Но все равно видно. Да. Вот. Так, вот я еще сейчас отрезать хочу, чтобы показать вот эту пустоту. Ну, давай. Брать мы его не будем. Именно вот этот вот эскулента и портит жизнь всем грибникам. В том плане, что это про него вот эти страшные рассказы про его ядовитость. Ну, действительно, в Европе люди... Люди мрут. Вот. Здесь, я думаю, можно... Нам не сильно опасаться, потому что у нас север все-таки. Да. Но обязательно, обязательно отваривать воду, сливать. Да. И вот мы, поскольку строчки разные встречаются, отвариваем их. Но если мы знаем точно, что это строчок гигантский, все равно отвариваем, потому что он вкуснее отварить. Ну, ясно. Ну, правда, всего пять минут, а этим уже двадцать надо поварить. Ну, вот и все. Хорошо. Так, ну что, пройдемся по гребнице тогда? Да, надо. Пойдем посмотрим. Так, вот лес какой. Лес, это вот край. Это вот опушка. Вот как раз зайцы оттуда, с поля. Оттуда и бежали. И сюда. И мы сразу за ними, и вот... И главное, а их больше нету. Да, вот тут гребница стоит одна, и все, и больше нету этих гребов. Хорошо. Показывай дальше. Пойдем дальше. Показывай. Вон они, вон стоят. Вот, вот это. Угу. 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 Вот видите, здесь ножка коротенькая. Но все равно видно ее вот серо-сизую. Она тоненькая. И серо-сизая какая-то. Угу. 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 Вот еще один. Ну, это уже... Ну, это уже... Товарищ. Старенький товарищ. Ага. Ага. Ну, тоже, вот эта серость, сизость видна. И то, что они какие-то пустоватые. То есть видно вот эту более хилую ногу серо-сизого цвета и мелко-мелко-барашчатость. Так, и вон до сюда. Да, а семейка-то? Не зря зайцы бегали-то. Не зря они бегали. Главное, я орляк сейчас там рвал, собирал. И тоже зайц мимо меня туда, к ручью. Но я пока за ним не пошел, надо будет. Надо сходить. Потому что не просто так. А Славик змею увидел. Пошел за ней, и там семья гигасов. Ну, уже старая, правда, была. А эти еще вполне. Вон. Вот. Так что иногда очень близкие к друг другу формы встречаются. Потом вот здесь лес. Вот край бора, елового. И вот тут березы уже видны. Да, вот тут видите. Как вот рассудить? Ну, с другой стороны. Вот сосна стоит прям. По березе ведь нельзя судить. Понятно. Вот сосна стоит-то. Вот сосна, и елка, и все тут есть. Да. Так что будьте бдительны. Лучше все отваривать. Да. Если вы сомневаетесь. Если вы уж точно знаете, тогда другой разговор. Так и то. Отваренный вкуснее. Да. Ну, а сегодня у нас уже 10 июня. Да. Хорошо. 5 июня 2017 года. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Хорошо, спасибо. Так, это значит герамитра эскулента. Я так показал, а вот гигасы. Вот еще одна эта строчок обыкновенный эскулента. Видите, он какого цвета уже? Черный, темный, темный. Вот они чем и отличаются от гигасов. Гигасы все-таки светлые. А эти вот мелкоборасчатость и вот эта... краснота и даже вон до темного доходит. Ну и плюс вот эта серо-сизая ножка. Хилая такая, тонкая. Как один из признаков. Ладненько, хорошо. А это еще один. Строчок обыкновенный. Эскулентуш. Вот. Ну, может быть, тоже возьмем их для того, чтобы это... Да просто попробуем. Попробовать. Это молодые хвощи поднимаются. Кукушки поют. Вот такая вот. То есть, готовишь экибану, да? Ага. Фотографировать ее? Ну да. Ну да, добавить у нас в сайте там. Как-то обновить фотографии. Во-первых, и фотографии больше цвета своем старые еще сделаны. На старых фотоаппаратах. Во-вторых, чем больше, ну, в пределах 60 фотографий на каждый гриб. Ну, уже больше, конечно, тяжело смотреть. А вот так, чтобы разные, в разных условиях. Угу. Разные фотографии. Угу. Разные грибы. И все, это было. Ну да. Размеры еще. Да. Такие крупненькие уже. Крупненькие. Мы-то сравнивали, так были миленькие. Ну, удивительно другое, да. Смотри, сколько, как долго они растут. Да. Первые, да? Десятого числа еще. А это уже десятое, то есть месяц. Это на фоне леса, да? Да. Ну, я думаю, что еще сыграла роль холодная погода. Ну, это понятно. Поэтому бывает очень быстро все проходит. Скоротечное. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Продолжение следует...